друзья приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины цель канала просвещать потенциальных покупателей продавцов а также профессиональных операторов рынка недвижимости сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости закарпатской области и города ужгород мы поговорим о средней стоимости на первичном и вторичном рынке поговорим о факторах которые влияют на ценообразование на первичном и вторичном рынке мы также с вами поговорим о рентабельности агентств недвижимости напомню вам что рентабельность это относительный показатель экономической эффективности предприятия вот именно о экономической эффективности предприятий которые занимаются продажами недвижимости мы и поговорим я приведу статистику министерства юстиции и службы статистики. Ну и в конце видеоролика я ознакомлю вас с статистикой, с информацией о задолженности населения Украины и в частности Закарпатской области за жилищно-коммунальные услуги. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Ужгород. Мы будем говорить о колебаниях, это краткосрочное явление, которое протекает на рынке недвижимости. Период исследования март-апрель 2020 года. Друзья, как вы заметили, город Ужгород также не имеет деления на административные районы, как большинство городов, которые входят в территориально-экономическую группу, в западную территориально-экономическую группу. Мы будем говорить о социальном жилье. Это жилье построено в период с 1950 по 1992 год. Небольшая историческая справка. Общее количество квартир, которые эксплуатируются в Украине, составляет 17 миллионов 100 тысяч квартир, большая часть из которых относится к социальному жилью. А точнее 15 миллионов 200 тысяч квартир. Именно столько жилья, или такой жилой фонд, остался нам после развала Советского Союза. Могу также сказать, что выборка, с которой мы работаем, или количество квартир, которые выставляются на продажу этого класса жилья, соответствует примерно 10%. То есть, это около полутора миллионов квартир, которые мы наблюдаем ежегодно, которые выставляются для продажи. То есть, выборка достаточно репрезентативная. Итак, это жилье в апреле месяце достигло средней стоимости 557 долларов за квадратный метр. Что показало динамику положительного роста плюс 0,18%. Ну, традиционно прокомментирую о краткосрочных и среднесрочных перспективах этого класса жилья. Ну, этот класс жилья, или вообще, в принципе, рынок недвижимости, он достаточно инертен. Поэтому, люди, которые продают сейчас квартиры свои, они, в общем-то, еще не осознали глубину кризиса. И их ожидания о стоимости своего жилья, естественно, завышены. Где-то в сентябре месяце мы увидим, что средняя стоимость квадратного метра этого класса жилья будет снижаться. И уже в конце года мы будем наблюдать снижение стоимости в целом по вторичному рынку минус 2, минус 3 процента в годовом измерении. Следующий слайд, и мы будем говорить о тенденциях, это долгосрочные явления или тренды. Период исследования апрель 2019 года, апрель 2020 года. Мы видим, что в апреле 2019 года средняя стоимость квадратного метра 539 долларов. И уже в апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости 557 долларов за квадратный метр, что в годовом измерении показало нам положительную динамику. Плюс 3,34%. Еще раз повторюсь, что вот эта восходящая гистограмма, показывая ее указочкой, в сентябре месяце показывать нам будет снижение стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Следующий слайд. И мы говорим о квартирах эконом-комфорт бизнес-класса. Эконом-комфорт бизнес-класс это квартиры, которые построены за период самостоятельной Украины. Отличаются они от социального жилья более комфортными условиями проживания, большими метражами общей и жилой площади, более развитой инфраструктурой. Также историческая справка на территории Украины, как я говорил, всего эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир. Так вот, всего лишь 1 миллион 900 тысяч квартир это жилье или квартиры, которые построены за период современной Украины. Так немного в общем-то строила строительная область, сдавала в эксплуатацию квартир этого класса. Итак, мы видим, что в апреле месяце квартиры этого класса достигли средней стоимости 623 доллара за квадратный метр и также показали положительную динамику роста плюс не целых 16 десятых сотых процента. Я уже комментировал, друзья, и это закономерность все 8 городов западного региона показывают нам именно в этом классе жилья тоже положительную динамику. Хотя в других регионах это регион центральный, это регион северо-восточный, Донецк и Приднепровский, там этот класс жилья, эконом, комфорт, бизнес, очень быстро среагировал на кризис. То есть, мы увидели буквально в период марта-апреля месяца незначительное все-таки снижение стоимости квадратного метра. Видим, на западной Украине происходит немного все по-другому. Но в целом, еще раз повторюсь, в сентябре месяце мы увидим снижение средней стоимости квадратного метра. И в конце года зафиксируем минус 2-3% снижение стоимости квадратного метра квартиры, эконом, комфорт, бизнес, социальное жилье на вторичном рынке. Перед вами таблица. Мы будем говорить о количестве транзакций. Данная информация предоставляется Министерству инвестиций Украины. Итак, будем сравнивать 2018 год и 2019 год. Естественно, будем говорить о Закарпатской области. Количество транзакций в 2018 году в Закарпатской области. Транзакции это договора купли-продажи и договора дарения исключительно жилой недвижимости. Это домовладение частное и квартиры. Так вот, в 2018 году мы видим количество транзакций 8234 договора отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. И уже видим, 2019 год показал нам незначительный рост. То есть, рынок был более активен и на 3,2% было больше продано, естественно, куплено квартир. Итак, в абсолютных цифрах это 8496 договоров купли-продажи или отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. Ну, друзья, это подтверждает мой предыдущий слайд, где мы рассматривали гистограмму и видели, что тенденции в 2019 году это был незначительный рост, порядка 3% в годовом измерении. Статистика Миньюста нам также показывает, что активность рынка была выше, чем в 2018 году на 3,2%. Ну, в общем-то, статистику сложно обмануть. Следующий слайд и мы будем говорить о количестве транзакций по Украине в 2019 году и количества активных предприятий в КВЭДах, в которых находятся операции с недвижимым имуществом. Ну, это по многочисленным, так сказать, просьбам. Я решил вот опубликовать такие данные. Причем, данные это, они в открытом доступе. Единственное, что эту таблицу, естественно, делал я. Мы будем говорить о количестве транзакций по Закарпатской области. Это данные Министерства юстиции. Здесь уже нет договоров дарения. Я исключительно взял договора купли-продажи. Итак, мы видим, что в 2019 году в Закарпатской области было продано всего лишь 5692 объекта живой недвижимости. Зафиксировали эту цифру. Теперь смотрим также официальная статистика уже службы статистики Украины. Это количество субъектов хозяйственной деятельности, в КВЭДах, в которых находятся операции с недвижимостью. Но КВЭДы это код экономической деятельности. Он, в общем-то, есть у каждого предприятия. Итак, мы видим, что 767 субъектов хозяйственной деятельности по КВЭДам, у которых операции с недвижимым имуществом. То есть, мы предполагаем, что это агентства недвижимости, которые, в общем-то, занимаются продажей недвижимости в Закарпатской области. Ну, вот теперь нам несложно как бы посчитать рентабельность агентств недвижимости. Еще раз повторюсь, рентабельность это показатель экономической эффективности предприятия. Вот именно об этой экономической эффективности дальше пойдет речь. Итак, по несложному алгоритму мы узнаем, сколько транзакций было в месяц. То есть, делим 5692 транзакции на 12 месяцев и видим, что 474 транзакции это в месяц по Закарпатской области проходило. Также мы знаем количество субъектов хозяйственной деятельности, которые занимаются таким видом деятельности. Несложно, в общем-то, поделить количество субъектов хозяйственной деятельности на количество транзакций и мы получаем катастрофическую малую цифру 0,6. То есть, это говорит о том, что пол сделки в месяц или пол одной транзакции в месяц приходится на каждого субъекта хозяйственной деятельности. Ну, скажу вам честно, это работать себе в убыток. Почему? Потому что не понаслышке знаю, мы занимались правда давно, но по всей Украине продажами. Для того, чтобы быть эффективным предприятием, надо, чтобы у вас был офис, то есть, или свой, или аренда. Также необходимо, чтобы в штате было как минимум два человека, это бухгалтер и директор, платить налоги, платить телефоны, рекламу, свет, зарплату. Ну, в общем, вы понимаете, что там даже пять сделок на точку безбыточности не выводило, а тут пол сделки в месяц. Поэтому, друзья, я предполагаю, что эти, повторюсь, субъекты хозяйственной деятельности активны, то есть, они носят, вернее, сдают отчетность, то есть, это не мертвые предприятия. Скорее всего, выживают за счет того, что сдают в аренду недвижимость. То есть, это единственное мое объяснение, почему они еще, в общем-то, как-то фигурируют в статистике. Следующий слайд, мы будем говорить о первичном рынке, это квартиры эконом-комфорт бизнес-класса. Мы знаем, что первичный рынок это квартиры, не сданные в эксплуатацию. Итак, в апреле месяце на первичном рынке города Ужгорода мы видим 430 долларов за квадратный метр. Повторюсь, что первичный рынок продается исключительно в национальной денежной единице, это гривна. Для вашего удобства мы переводим это по курсу национального банка в доллары, чтобы вам было удобно сравнивать первичный и вторичный рынок. Итак, за период марта-апрель мы видим снижение минус на целых 23 сотых процента. Друзья, я уже говорил, что 7 месяцев первичный рынок по всей Украине показывает снижение стоимости квадратного метра. Это, в общем-то, связано с тем, что первичный рынок, или точнее строительная отрасль, в общем-то, вошла в кризис уже больше 7 месяцев. Ну, естественно, данная тенденция будет продолжаться. Перед вами следующий слайд, и мы будем говорить о количестве сданных в эксплуатацию квартир. Это данные службы статистики. Мы будем сравнивать 2017 год с 2019 годом, естественно, по Закарпатской области. Итак, мы видим, что в 2017 году было сдано в эксплуатацию 1278 квартир. И уже в 2019 году компании-застройщики практически перестали вводить новые квартиры, новое жилье. На рынок мы видим, что снизилась активность их на почти 50%. То есть, в абсолютных цифрах это 664 квартиры было сдано в эксплуатацию в 2019 году. То есть, практически в половину. Это говорит о том, что компании-застройщики уже вот видим в 2018 году почувствовали, что квартиры, которые они в общем-то строят, сдают в эксплуатацию не покупаются. То есть, банально у людей нет средств, нет денег. Поэтому естественно, что они стали все меньше и меньше строить и естественно вводить в эксплуатацию меньше жилья. То есть, опять же, данная статистика подтверждает статистику нашу, которую мы смотрели по стоимости квадратного метра, где говорил я, что уже на протяжении больше полугода видим снижение стоимости квадратного метра. Компании-застройщики понимают, что жилье надо продавать, поэтому вынуждены до разумных пределов снижать стоимость квадратного метра. И следующий слайд мы будем говорить о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Жилищно-коммунальные услуги это газ, тепло, это электричество, свет, это вода, водоотвод, канализация, уборка придомовой территории, вывоз мусора. То есть, вот это все жилищно-коммунальные услуги, которые на сегодняшний день у нас в общем-то монополизированы. И по законам жанра, там где присутствует монополия, мы получаем дорогую и некачественную услугу, что собственно говоря мы и наблюдаем. Итак, если вы получаете дорогую и некачественную услугу, и при этом достаточно на сегодняшний день мы понимаем, в какой ситуации находится экономика, плюс еще коронавирус, то за эти услуги люди начинают все меньше и меньше платить. Давайте посмотрим уже по цифрам. Закарпатская область, конец 2018 года, общая задолженность за все эти коммунальные услуги, которые нам оказывают компании монополистов, достигли в Закарпатской области 1 миллиард 372 миллиона 372 тысячи. И уже видим конец первого квартала 2020 года, задолженность увеличилась практически на 18% и составила в абсолютных цифрах 1 миллиард 460 миллионов 326 тысяч. Но если говорить об Украине, то конец 2018 года, задолженность по жилищно-коммунальным услугам 51 миллиард 28 миллионов 948 тысяч. И уже к концу первого квартала мы видим, задолженность увеличилась практически на 30%. И в абсолютных цифрах составила 65 миллиардов 949 миллионов 717 тысяч. Как я повторяюсь, друзья, если мы не будем платить за жилищно-коммунальные услуги, естественно, компании монополиста не так не вкладывали в развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. А при таких платежах тем более, то у нас буквально в скором будущем, в 21 веке ожидает коллапс жилищно-коммунального хозяйства или точнее его инфраструктуры. И мы можем вполне оказаться без воды, без газа, без тепла и в общем-то проживать среди гор мусора. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать, посылать, нахер, но если, конечно, у вас есть аргументы. Вы также должны помнить, что я, ваш скромный слуга, компания Alim Consulting, готовим ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. Еще, друзья, помните, что о недвижимости и статистике позаботимся мы, а вы позаботьтесь о своем здоровье, не болейте, друзья, и не забывайте оплачивать жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистам. Продолжение следует...